В Караколе скоро начнёт свою работу единственная вирусологическая лаборатория в Иссык-Кульской области, соответствующая всем требованиям международных стандартов. Особое внимание уделялось режиму безопасности, ведь в ней будут проводить опыты с патогенными микроорганизмами и вирусами. Ранее биоматериалы в период вспышки пандемии приходилось отправлять в Бишкек, что было затратно. Строительство вирусологической лаборатории начато у нас с 11-15 октября. Этот проект реализуется в рамках профилактики и реагирования коронавируса, финансируется через Исламский банк развития, через Минздрав. Минздрав объявил тендер и выиграли компанию ОСО «Эталон Вимстрой». В настоящее время работа закончена где-то 85-88 процентов. 2020 год выдался засушливым и возникла необходимость во вспомогательной поливной системе. Своими силами областная администрация справилась и с этой задачей. Глубина скважины 110 метров, была полная спортистка, параллельная электролиния, установлена будка, щит управления, глубинный насос выдает 65 кубов в час воды. Туда мы еще поставили защиты и это только первая фаза этого проекта, скажем так. Потом внизу еще четыре скважины. В дальнейшем рассматривается продолжение этого проекта, потому что оно показало свою эффективность. И в случае, если будет маловодие, в горах не будет снега, я думаю, это будет хорошим подспорьем нашим дыханием. Посещение заповедника близ горы Козелто тоже входило в программу осмотра достопримечательностей. Крестьянское хозяйство Гулистан решило возродить популяцию джейранов. Стартовала новая сфера преобразований. Мы 28 октября этого года привезли первую партию джейранов. 15 голов, из них 4 самца, 11 самок. Это все животные, за исключением одной самки, это все животные молодые этого года рождения. И что хорошо, вот уже очень приятно, что мы уже были свидетелями того, что уже как бы случайной сезон он прошел. И прошел, мне кажется, достаточно успешно. И мы надеемся, что в следующем году, весной, у нас, даст Бог, появятся первые джейранята. В Караколе состоялась пресс-конференция с участием губернатора Иссыкульской области. На ней обсуждалась не только тема обновления края, но и проблемы, связанные с дорогами. Дороги в Караколе были серьезной проблемой в течение последних двух лет. На Пржевальскую и Токтугульской улицы с республиканского бюджета выделено 300 миллионов сомов. На этой основе в этом году удалось положить первый слой асфальта на улице Токтугула. Нам удалось отремонтировать только одну часть улицы Пржевальска. Причина, по которой нам не хватило времени, заключалась в том, что зима пришла рано. Также было рассказано о планах ремонта автодорог на 2022 год. На данный момент построено 25 километров дорог и уложено 2,5 километра асфальта. Строительство автомобильной дороги Корумду-Балбай начнется в 2022 году. Оно финансируется арабскими фондами. Дорога Тюб-Кеген также будет построена в две очереди. Первый этап окончен. Теперь второй этап начнется с выделения средств. Многое еще предстоит сделать местным властям. А поддержка государства и инвесторов поможет вывести на новый уровень туристическую зону Иссыкульской области, что немаловажно для местного населения. Артем Балычев, Урмат Мамбиталиев, Пятый канал.